Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права независимости наций за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнений, что это знамя придется поднять вам, представителям коммуниститетов и деморативских партий, и понести его вперед. Плово предоставляется Шаблосову Константину Константиновичу, консультанту Фонда Рабочей Академии. Сталин о международном коммунистическом движении как знаменосцев демократии. Приготовится к Галфо Митюринам. Уважаемые товарищи, 14 октября 1952 года проходил... 19-й съезд коммунистической партии Советского Союза, на котором выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Это, вообще-то, его был уже последний съезд, на котором выступал. В своем выступлении Сталин отметил важность присутствия на съезде братских партий и групп, которые почтили своим присутствием съезд или которые прислали свои приветственные обращения с пожеланием успехов за доверие, которое означает готовность поддержать нашу партию в борьбе за светлое будущее. В борьбе против войны и в ее борьбе за сохранение мира. Далее Сталин отметил, что ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается в поддержке. И партия, и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских партий. И что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. Сталин отметил, что после взятия власти в 1917 году наша партия предприняла решительные меры по ликвидации капиталистического и помещичьего гнета. В этой борьбе мы выстояли, не испугались, не испугались трудностей и добились победы. Сталин отметил, что в странах капитала нет больше свободы личности. И права личности признаются только у кого есть капитал. А все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. А также растоптан принцип равноправия людей и наций. Он заменен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуарно-демократических свобод выброшено за борт. И вот это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя большинство народов. Больше некому его поднять. Знамя национальной независимости и суверенитета также выброшено. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Следовательно, есть все основания рассчитывать на успехи и победу братских партий в странах господства капитала. И далее, Иосиф Виссарионович Сталин в докладе своем идет поздравление руководителей всех братских партий групп зарубежных стран. Вот на этом взамен. Б per mich. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин